Автомобильные слалом, экстремальное вождение и это самые мягкие характеристики того, что каждый день приходится испытывать автомобилистам из села Заречное. Дороги в населенном пункте напоминают полосу препятствий, однако, как выяснилось, помехи у местных жителей возникают не только на дорогах. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Выбоины, колдобины и огромные лужи. Жизнь как полоса препятствий. Автомобильные слалом местные жители практикуют более 20 лет. Дороги здесь не ремонтировались со времен Советского Союза. Администрация района никакого внимания не обращает на наши дороги. Сколько раз обращались, они постоянно говорят, что она заложена в программе, но никаких действий они не принимают здесь. Вот, пожалуйста, на детей смотрите, как они ходят здесь. Автомобили здесь въезжают в Рытвины по самый бампер. По некоторым улицам можно проехать только на УАЗике. А вот как добираются по этим дорогам, дети в школу, остается загадкой. Могут подтвердить любой шофер. В месяц, наверное, по 3-4 тысячи только ходовые ремонтировать у нас идет здесь. Еще проселочные дороги тоже у нас нуждаются в ремонте. Грязь, сапоги. Нам надо одевать. Особенно школьники вот ходят в сапогах грязные, приходят в школу. Вот это переулок, вот это переулок. Пенсионерка, женщина, сколько камазов засыпать. Свою пенсию отдала. Люди, проходить отсюда невозможно было. В прошлом году, говорят местные жители, дорогу планировали включить в программу. Однако ремонта они так и не дождались. В Министерстве транспорта республики на это отвечают. Финансирование было сокращено в связи с пандемией. Сейчас же представители власти ручаются. Дорога внесена. Проект на 2021 год и будет приведена в порядок в первом квартале. На данном этапе проектно-смертная документация разработана. В 2021 году будут проведены работы по восстановлению существующего асфальто-бетонного покрытия. То есть устройство однослойного асфальто-бетонного покрытия на протяжении 6 километров. Вместе с мероприятием по обеспечению безопасности, укреплению обочин. Помимо дороги, сельчан беспокоят и другие наиболее проблемные вопросы. Это распроданные предыдущими властями земли, отсутствие поливной воды, школьных автобусов и садика. Со времен развала колхоза, говорят местные жители, о них будто бы все забыли. В этом селе живут, работы нету, ничего нету. Вот земля хоть обработает, что-нибудь делает, свое хозяйство, скотина держат, весь земля продана. Вокруг если взять, и на той стороне, и на этом стороне, и наверху, везде продали. Вот 5 гектаров кто должен получать, 2 гектара кто должен получать. И то они не получили, получили совсем здесь, которые не живут. От лица жителей села Заречного обращаюсь к главе Республики Дагестана, назначенному, чтобы обратили внимание на эти проблемы, которые озвучивали ранее наши жители. Вопросов у местных жителей за эти годы накопилось достаточно. Когда-то они даже составили список своих проблем. Вышло 11 пунктов. А пока люди стараются не отчаиваться и делать все, чтобы их земля не стала забытым уголком. По теме от Ханапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Излярский район.